Баку Баку Официальный Баку напомнил МИД Армении, что в 1948-1953 годах около 150 тысяч азербайджанцев были массово депортированы с историческо-этнических земель на территории Армянской ССР и насильственно переселены в Азербайджан. Кроме того, необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность шовинистически настроенных армян в бывшей Нагорно-Карабахстской автономной области Азербайджанской республики. Поддержка этой деятельности руководством СССР, очередная насильственная и жестокая депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении дали толчок к расширению антисоветского движения в Азербайджане. Советская армия, введенная в страну в ночь с 19 на 20 января 1990 года, чтобы подавить всенародное движение и сломить стремление азербайджанского народа к независимости, грубо нарушила нормы международного права, конституции бывшего СССР и Азербайджанской ССР, учинила беспрецедентную резню мирного населения. Однако, январские события 1990 года не смогли сломить решимость азербайджанского народа, и наша страна восстановила государственную независимость. Сегодня независимость и суверенитет Азербайджана однозначно признаются и поддерживаются всем международным сообществом, говорится в заявлении азербайджанского МИДа. Распространяя подобную фальшивую информацию агитационного характера, МИД Армении преследует цель замаскировать политику геноцида и этнической чистки, исторически осуществляемую против мирного населения Азербайджана, а также скрыть чудовищное убийство в Ходжалы 613 гражданских лиц и замолчать грубое нарушение фундаментальных прав более миллиона азербайджанцев на протяжении 30 лет. МИД Азербайджана подчеркнул, что после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении военных действий в регионе, вместо продвижения идей мира и безопасности, прогресса и примирения, официальный Ереван продолжает вести лживую пропаганду, основанную на вражде, что вызывает сожаление и обнажает истинные намерения этой страны. Министерство иностранных дел Азербайджанской республики опровергает необоснованное обвинение внешнеполитического ведомства Армении и призывает эту страну действовать в соответствии с обязательствами, взятыми согласно трехсторонним заявлениям от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, и принципами верховенства международного права, говорится в заявлении МИД Азербайджана. Задолго до этой катастрофы. Там есть такой городок Кафан, милый городок с троллейбусами, с чудесными домами, армянский городок. И в этом городе, и в окрестностях Кафана тогда жили азербайджанцы, целое поселение азербайджанцев. И уже тогда я понял нарастание каких-то глухих недовольств, противоречий. Армяне роптали на азербайджанцев, винили их в том, что они захватили их земли, что они пользуются их водой. И это кончилось тем, что совершилось изгнание. Было изгнание кафанских азербайджанцев. Армяне сгнали их в своей территории, и это был трагический исход. Это была первая такая этническая чистка, когда азербайджанцы, дети, матери с грудными детьми, старики, мужчины, они шли через перевалы, через снега, падали, замерзали. Они ушли с этих насиженных земель, своих поселков, своих садов, ушли в Азербайджан. А потом начался Карабах, когда армяне решили отделиться от Азербайджана, отнять у них эту традиционную азербайджанскую территорию, с центром в Степанакерте, и началась чудовищная война. Война, которую Горбачев не остановил. Война, которая отнесся как к чему-то чуждому центральной власти. Он сказал, что пускай эти противоречия устраняют сами находящиеся в состоянии войны республики и народы. Это была, конечно, чудовищная ошибка или преступление, потому что смысл союза, смысл центра был в том, чтобы он интегрировал все противоречия, чтобы он брал на себя ответственность за целостность, за мир. Этой ответственности Горбачев не взял на себя. Иргарил страшная война, вокруг которой шло стремительное разложение всего, что называлось союзом. Продолжение следует...